Раз, три, два, три. Первыми систему начали использовать финансовые организации в 2018 году. На начало этого года к ней присоединились 228 российских банков. Функционал единой биометрической системы открывает спектр возможностей как перед банком, так и перед его клиентами. Вскоре, используя лишь голос или, к примеру, отпечатки пальцев, можно будет приобретать сим-карты, не посещая салон связи. Такой законопроект правительство России внесло в Госдуму. В планах ведомства внедрить систему на портал госуслуг. Сейчас в планах Минцифры стоит следующее, что в течение двух лет собрать порядка 70 миллионов биометрических данных, едино-биометрическую систему, в настоящий момент там в районе 164 тысячи собрали информацию. Впервые о биометрии в России громко заговорили в середине нулевых, но юристы считают, что начало положено гораздо раньше. В 1996 году вышел федеральный закон 114 о порядке выезда и въезда в страну. Закон регламентирует выдачу загранпаспорта, для оформления которого сбор биометрических данных обязателен. Если обратиться к истории, то впервые упоминание о биометрических данных касается еще царской России, когда о биометрии речи не шло вовсе. Снимать отпечатки начали при Николае II. В начале 20 века было создано Центральное дактилоскопическое бюро. Сегодня век цифрового развития, помимо отпечатков пальцев, используют систему распознавания лиц. В московском метрополитене она пока работает в тестовом режиме. Благодаря системе за 2020 год удалось вычислить порядка тысячи человек, находившихся в федеральном розыске, и 150 без вести пропавших. В Москве, допустим, это огромный мегаполис. Огромное количество людей с старческой деменцией, с различными психиатрическими заболеваниями постоянно теряются. Дети теряются. И вот эти вот системы, они просто будут работать на благо людей. Биометрию сегодня называют самым надежным способом идентификации. Потому как биометрические данные невозможно потерять, а благодаря простоте считывателей их можно встроить даже в смартфоны. Для меня сейчас биометрия, с точки зрения права, существующая сейчас, уникальная ситуация, при которой она существует о многих своих проявлениях, начиная с видеокамерой. Я поставил дома несколько видеокамер. Эти видеокамеры собирают, датурические данные окружающих? Да, собирают. Я получаю на это их согласие? Нет, не получаю. То есть здесь, скорее всего, вопрос нужно заделить на две составляющие. То, что биометрические данные наши, которые являются уникальными свойствами каждой личности человека, как с точки зрения идентификации, как унификации, собираются в режиме реального времени постоянно. И мы даже, может быть, об этом не поздреваем. В биометрии относят не только физические показатели, но и поведенческие, такие как походка, жесты и даже индивидуальные особенности набора текста на клавиатуре. Последний показатель взял за основу для своей разработки программы компьютерной безопасности будущий программист, студент Самарского университета Кирилл Ковалев. И посредством этого мы определяли, является ли поведение того или иного человека аномальным или нет. Это, например, интервалы нажатия между конкретными клавишами каждого человека. То есть для конкретного человека можно выделить особенности поведения и будут поданы на вход системе, которая впоследствии уже на основе этих данных определит, действительно ли является человеком, который находится за компьютером, тем, за кого он себя выдаёт. В этом году испытать систему на себе смогут все студенты Самарского университета. Вузам разрешили проводить сессию дистанционно с использованием биометрических данных. Несмотря на все возможности, которые перед современным человеком открывает биометрия, россияне восприняли систему с опасением. Судя по результатам социального опроса Национального агентства финансовых исследований, половина опрошенных системе не доверяют. Среди респондентов почти 2000 человек из 53 регионов. Люди опасаются хакерского взлома базы с биометрическими данными. С другой стороны, опасения касаются настроек самой системы. А именно функции распознавания. Узнают ли технологии их голос при простуде, а внешность после пластической операции. Эти страхи породили мнение, что биометрия не подходит для массового внедрения. Ошибка обойдется слишком дорого. В повседневной своей жизни биометрия широко шагает. Мы сегодня говорим, чтобы сделать таким образом, чтобы она исключительно была на пользу населения, чтобы не было каких-то проблем, связанных с ущемлением прав граждан. Разработчики учитывают эти проблемы и стараются их минимизировать. Биометрические данные записываются без привязки к персональным – фамилии, имени, паспорту и СНИЛС. Для их безопасного хранения используются современные средства шифрования, сертифицированные ФСБ. Передача данных организована через защищенные каналы связи. Разработчики уверяют – вероятность ошибки – один к десяти миллионам. Цифровизация жизни – это очередной этап развития общества, такой как в свое время был переход с бумажных купюр на банковские карты или QR-коды, заменившие ресторанное меню. Новшества всегда воспринимались с осторожностью, но спустя время становились неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня миллиарды людей на планете присмотрелись и прикоснулись к биометрической системе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова